В пятницу 10 марта на улице Софии Пировской произошла авария, которая могла закончиться трагически. Как видите, две машины, BMW и Toyota, после удара оказались на остановке общественного транспорта. Многие люди в этот день уже возвращались с работы и учёбы и ждали автобуса. На этой многолюдной остановке только чудом никто не пострадал. Перед BMW оказался на тротуаре, а Toyota, пролетев через пешеходную дорожку, врезалась в киоск «Союз Печати». Не видела, только вот удар слышал и какой-то хлопок. Всё, больше ничего не слышал. Сильный удар был? Да. По словам сотрудников госавтоинспекции, всё произошло так. BMW двигалась по главной со стороны пролетарки в центр. Toyota шла по встречке и стала поворачивать Софии Пировской в сторону Бебеля. Водитель Toyota не убедился в безопасности движения и не уступил дорогу, имевшей преимущество BMW. В машинах сработали подушки безопасности. Водителя Toyota с места происшествия с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны за рулём. В канун Дня сотрудника уголовно-исполнительной системы России, который отмечался 12 марта, в исправительной колонии номер 5, город Вышневолочок, побывали тверские журналисты. ИК-5 – единственная в регионе женская исправительная колония. На сегодняшний день здесь содержится чуть более 300 осуждённых. Женщины распределены по 8 отрядам. Условия быта не скажем комфортабельные, но достойные, чисто и уютно. Основная статья наказания 228-я – сбыт хранения и потребления наркотиков. Среди осуждённых как совсем молодые, так и женщины в возрасте. У многих есть семья и дети. То, ради чего стоит жить и жить по закону. Колония женская, потому и работают с осуждёнными преимущественно женщины. Задача сотрудников – создать в колонии такие условия, чтобы сохранить в каждой осуждённой человека. Вот это, наверное, главная цель, чтобы колония их не озлобила, не испортила. Мы всегда говорим, не страшно упасть, страшно не подняться. И те, у кого есть цель, они добиваются и ставят их перед собой изначально. И на самом деле идут вот так вот, прям идут-идут к тому, чтобы пораньше вернуться домой, освободиться условно-досрочно. Ну и как бы начать жизнь с чистого листа. В перечне воспитательных, скажем так, процедур, занятия спортом и творчеством. В колонии работают 10 кружков. Духовно-нравственное развитие. При колонии действует храм в честь святой великомученицы Анастасии Узарешительницы. Получение среднего образования в вечерней школе. Возможность посещать библиотеку с большим набором разноплановой литературы. От фэнтези до классики. А ещё здесь выписывают газеты. И российские газеты, и вот «Казённый дом» тоже. Мы делаем подшивки, и осужденные с удовольствием тоже читают. Прямо вот, прям вот. Сегодня меня просили, я ходила, заходила. Мне обещали выдать корреспонденцию. Так что всё у нас хорошо. Но каким бы ни были культурно-спортивные мероприятия и возможность с пользой для себя проводить время, это колония. Здесь установлены и законом порядки и правила. А самым родным человеком на время отбытия наказания становится начальник отряда. Начальники отрядов – это люди, которые, в общем-то, главные люди в жизни наших подопечных. Это как классный руководитель в школе, как воспитатель в детском саду. То есть к ним, как к родной матери осуждённой, идут и решают различные проблемы. Проблемы восстановления социально полезных связей с родными, близкими. Проблемы, которые у них возникают в процессе работы, в процессе учёбы. Но, наверное, главное в воспитательном процессе – это труд. Все трудоспособные осуждённые обеспечены полноценной работой на производстве. Здесь выполняются заказы по пошиву спецодежды летнего и зимнего ассортимента для крупных московских фирм. Постоянно расширяется номенклатура продукции, разрабатываются новые модели. Организован пошив вещемущества для спецконтингента. Был заказ и в помощь нашим ребятам, участникам спецоперации. Мы шили спальные мешки. Также у нас поступают заказы муниципальные и госконтракты. Это тоже вещевое удовольствие для сотрудников. Кстати, получить профессию швеи и портного можно в профессионально-техническом училище здесь же, в исправительной колонии. Без работы на воле полученные здесь профессиональные навыки не оставят. Прежде всего, они такие же люди, как и мы. И вот я работаю, моя должность, ну в чем заключается? Мы их устраиваем на работу, предоставляем отпуска, нормирование труда производим. Это все как обычные люди, так же, как на других предприятиях. Нина Иванова проработала в колонии более 40 лет. Здесь немало ветеранов. Люди продолжают трудиться долгие десятилетия, несмотря на то, что пенсию можно получить всего через 13 лет службы. Дружный, сплоченный коллектив – особенность женской колонии. Здесь ценят каждого сотрудника, передавая эстафету от ветеранов молодым. Девиз службы – это надежность, стабильность, защищенность и законность. Сотрудницы исправительного учреждения не согласны с бытующим мнением, мол, работа в колонии не для женщин. На любом посту, в любых условиях можно оставаться человеком и в силу своей профессии помогать людям. А это особенно важно для тех, кто однажды оступился в жизни. Наша служба сродни работе врачей. Только врачи лечат тело, а мы подлечиваем души. И от того, как мы выполним свою работу, зависит очень-очень многое. Если осужденный, покидая места лишения свободы, идет на свободу с чистой совестью, имея профессию, получив навыки общения в социуме, значит, мы сделали свою работу хорошо.